Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Время реформ. В городе продолжаются обсуждения изменений в Конституцию. Это импонирует мне, что организованы вот такие площадки. О чем говорили сегодня. Сфера обслуживания под прицелом. Проветривание, проводятся уборки. Санстанция проверяет безопасность услуг в салонах красоты, где нашли нарушения. Трогательное творчество. Очень хорошие ролики, интересные. В Бобруйске подвели итоги конкурса интернет-челленджа «Кто победил?». А также семейный капитал, вторая вакцина и снежное воскресенье. Градус термометра намерен идти на спад. Когда? В городе продолжаются обсуждения об изменениях в Конституции. Основной и главный закон страны должен отвечать запросам нового времени. В работах дискуссионной площадки приняли участие политические партии, общественные объединения, представители СМИ. Сегодня в объективе повышение уровня местного управления и самоуправления, а также конституционное реформирование и партийное строительство. В ближайшее время в главный закон Беларуси будут внесены изменения. Многие задались вопросом, с чего вдруг понадобился пересмотр. Однако все довольно обыденно. Сама жизнь подталкивает на это. Сегодня собрались лидеры мнений, представители политических партий, средств массовой информации, руководство города. В объективе партийное строительство. Важными направлениями диалога стали темы избирательной системы, представительства политических партий в законодательных органах, службы вооруженных силах, статуса общественных объединений. Это импонирует мне, что организованы вот такие площадки, где мы можем высказаться. Высказаться по конституции даже, высказаться другие наболевшие вопросы. И мне очень импонирует также, что власть города на это идет и создает вот такие площадки, для того, чтобы мы могли высказаться по любым вопросам. Ведь только в диалоге строится общество, и только в диалоге строится нормальное общение. Да, конституция требует совершенства. Почему требуется совершенства? Потому что жизнь идет вперед, появляются новые явления, новые задачи, и мы должны это предвидеть, чтобы Конституция работала на перспективу. Плюрализм мнений – важный фактор функционирования гражданского общества, и добиться его можно благодаря реформированию партийной системы страны. На встрече высказаться мог каждый. В формате дебатов проходил разговор, что в этом случае есть хорошо, ведь в споре рождается истина, об этом знали еще древние философы. Мы за диалог, без всяких требований, потому что вы сами понимаете, что даже в семье у нас могут быть три партии. Жена – консерватор, муж – демократ, а дети – они более радикалы, и диалог надо находить. Что высказано было в начале и посчитали ультиматумы, это не ультиматум, это необходимость. Площадки положительные, если это даст какой-то результат. Однако представители некоторых политических партий оказались не готовы к общению. Личные амбиции и ультиматумы не позволили участвовать в диалоге, на котором обсуждался главный закон страны. Обсудил предложение участвовать в дискуссионной площадке по конституционному реформированию и партийному строительству. Заявляем, что готовы участвовать после выполнения наших требований государственными органами и должностными лицами города Бавруйска и Республики Белорусска. Несмотря на демарш, представители остальных партий и общественных объединений продолжили работу. Стоит отметить, что дискуссия получилась оживленной и продуктивной. Рабочая повестка второй площадки – повышение уровня местного управления и самоуправления. Наиболее актуальными стали вопросы совершенствования местного управления, диалог с населением при принятии бюджета, выборность представителей исполнительной власти. Конституционные изменения, они, во-первых, должны преследовать цель – это улучшение ситуации, а не ее ухудшение. Во-вторых, они должны носить системный характер и не превращаться просто в слом всего старого и на его месте революционно строить новое. А на самом деле они должны превращаться именно в точечную корректировку, которая будет именно условные болевые моменты выявлять. А то, что хорошо, зачем его трогать и ломать, оно вполне должно оставаться и в работоспособном состоянии обеспечивать нашу жизнь. Встреча была плодотворной, обсудился ряд важных вопросов, которые необходимо решать и рассматривать в процессе конституционной реформы. Услышали много различных мнений. В общем-то, эти мнения все будут вынесены на рассмотрение, и я думаю, что будет принято правильное решение о внесении тех поправок, которые мы предлагали. Изменения нужны, это факт. Для этого и созданы дискуссионные площадки. По всей стране. Город Бобруйск внес свои предложения в республиканскую копилку мнений, ведь новая конституция определяет главные цели новейшей истории страны. Максим Кембель, Николай Силков, Максим Галеонко. Бобруйск, 360. Носите маску, мойте руки, соблюдайте дистанцию. Врачи напоминают о мерах предосторожности. Коронавирус снова в топе обсуждаемых тем. Бобруйские эпидемиологи держат руку на пульсе. Анастасия Шевцова о том, как соблюдают меры профилактики в городе. Медицинские маски и перчатки снова в тренде. ВОЗ бьет тревогу. Мир накрывает вторая волна коронавируса. В Европе число заболевших растет в геометрической прогрессии. В России постепенно возобновляют ограничения. В Беларуси ситуация далека от критической. Но, говорят специалисты, стоит быть на чеку. Прежде всего, необходимо избегать мест большого скопления людей, массовых мероприятий, общественного транспорта, соблюдать социальное дистанцирование. Также необходимо иметь при себе одноразовую защитную маску или многоразовую. Обрабатывать руки антисептиком, следить за чистотой помещения, проветривать, проводить влажную уборку. Пандемию пока невозможно поставить на паузу. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии продолжают держать руку на пульсе. Следят за соблюдением санитарных норм в торговых центрах, транспорте, жилищном фонде. Последнее на особом контроле. Работы по дезинфекции жилфонда начаты 4 апреля и продолжаются по сегодняшний день. За отчетный период сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии обследовано более 500 жилых домов. Нарушения выявлены на более 120 объектов. Нарушители платят рублем. Безопасность превыше всего. Меры профилактики нужно соблюдать в каждом подъезде. Уборку с применением ДЭС-средств проводят ежедневно. Просирают все от выключателя и кнопок в лифте до уличных лавочек и перил. Под прицелом эпидемиологов из сферы услуг особое внимание уделено тату-салонам, студиям визажа, парикмахерским. Словом, местам, где невозможно избежать близкого контакта. Бьюти-специалисты, отмечают эпидемиологи, дорожат здоровьем клиентов. Меры предосторожности здесь соблюдаются. Проводится проветривание, проводятся уборки. Посетители наши приходят в масочках. Мы тоже соблюдаем все гигиенические нормы. Тоже маски, перчатки. Сотрудники санстанции промониторили свыше 130 объектов бытового обслуживания. Нарушили 40 предпринимателей. На дверях двух заведений и вовсе пришлось повесить замок. То есть, справление ошибок. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруськ, 360. Регулирование цен на молотку кукурузы и запас медикаментов готовили Беларусь к всплеску респираторных заболеваний. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Ставка рефинансирования остается на прежнем уровне. 7,75%. В таком значении, как сообщается, она сохраняется с июля. Последние месяцы в Беларуси инфляция ускорилась и в сентябре достигла 6%. Причины – рост цен на импортные товары в связи с ослаблением белорусского рубля в августе на фоне повышенного спроса на валюту. В Беларуси создан запас препаратов на период всплеска респираторных заболеваний. В досадке средства индивидуальной защиты. Медицинские изделия в том числе производятся и в нашей стране. Более 50% на рынке – лекарства отечественного производства. Остальная часть – российские. Слово у фармацевтов и микробиологов. Профессиональный праздник. Работников отрасли поздравил президент. Новые возможности использования семейного капитала обсуждают в Министерстве труда и социальной защиты. Эффективными оказались направления досрочного использования капитала, особенно в сфере жилья. 22 тысячи белорусских семей уже воспользовались правом для строительства. Пятилетняя программа стартовала в 2015-м, а с начала текущего года ее продлили на 5 лет. Регулирование цены социально значимой товары в Беларуси продлили до 31 декабря. В списке 18 позиций. В середине сливочное и подсолнечное масло, пшеничная мука, соль, некоторые виды круп, хлеба, мяса, рыбы, сыра, молока, а также яйца, детское питание, черный чай. Сельхозпредприятия республики приступили к намолоту кукурузы на зерно. Под нее в 2020-м в стране отведено 213 тысяч гектаров. Четверть площадей приходится на Могилевскую область. В помощь аграриям, комфортная погода и новая техника. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бобруськ 360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В стране выздоровели и выписаны свыше 78 тысяч пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зафиксированы более 85 тысяч человек с положительным тестом. Специалисты провели порядка 2 миллионов 114 тысяч исследований. Такие данные приводит Минздрав. В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса. Новосибирский центр «Вектор» разработал препарат «Эпивак Корона». Клинические испытания проводились на 100 добровольцах. Вакцина «Вектора» создана на одной из перспективных синтетических платформ. Введение в гражданский оборот запланировано на 1 января. «Твой день, мама» – Ленинский районный комитет Союза молодежи подвел итоги конкурса ко Дню матери. В фойе Центра досуга и творчества развернулась выставка работ трогательных снимков с мамой и милых открыток. Конкурс длился на протяжении двух недель. В номинации «Самое лучшее фото» победила воспитанница детской школы искусств номер один София Михалап. Лучшую открытку смастерила учащаяся технологического колледжа Дарьяна Гуд. Мне немного помогали мастера, но идея была моя. Мы использовали специальную бумагу, чтобы изобразить цветы. Цвета мы использовали теплые, чтобы передать теплоотломательное прикосновение. И цветок, потому что это самое прекрасное, что есть на планете. Здесь также наградили и участников интернет-челленджа чтецов к 75-летию Великой Победы. С весны ребята записывали на видео стихи о войне и выкладывали ролики в социальные сети. Очень много работ было, очень хорошие ролики, интересные. Разные возраста и взрослые люди, и дети совсем маленькие, и подростки. Ролики можно посмотреть на ютуб-канале «Центр досуга и творчества» и в группе ВКонтакте «Ленинцы Бобруйск». Пасмурно и без дождей. Четверг в Бобруйске выдался по-настоящему осенним. Воздух прогрелся до плюс 12. Солнце выглянуло из-за облаков во второй половине дня. Надолго ли тренд? Максим Кембель. Лишь до плюс 12. Такой будет предстоящая пятница. Ночью на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Некоторые районы окутают туман. Ветер будет окружить листу со скоростью 3-8 метров в секунду. В темное время суток температура не поднимется выше 6. Днем потеплеет до 12 градусов. Солнце уже не греет так тепло, как было еще пару дней назад. Горожане неохотно, но достают зимние вещи. В воскресенье синоптики обещают первый снег. Пока, правда, мокрый. За окном будет всего лишь 4 с плюсом. Критические погодные условия, связанные с высоким риском пожаров. Так описали специалисты ситуацию в штате Калифорния. Неделя на юге начала с температуры плюс 37. В некоторых частях штата скорость ветра достигала 80 км в час. Без света остались 50 тысяч потребителей. На северной территории Австралии зафиксирован рекорд октябрьских осадков. Почти 177 мм. Предыдущее максимальное значение было отмечено 40 лет назад. Всему виной огромное количество штормов, считают синоптики. По сравнению с 2019-м рост в 17 раз. Завтра в Бобруйске будет пасмурно, без осадков. Возможны градковременные дожди. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду. Дню воздух прогреется до плюс 11. Ночью температура опустится до 1 градуса. Максим Кембель, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете, в соцсетях, в эфире. Каждый будний вечер. Счастливо!